Вот уже и заканчивается первый месяц нового года. Но никак не завершается история с так называемым Биг Беном на площади Гагарина. А ведь обгоревшие руины первой поликлиники быстро разбросали экскаватором, как только стало можно. Подозрительные граждане делают вывод. Говорить про неминуемый снос Биг Бена можно сколько угодно, а сносить пока рано. В ситуации невозможности избавиться от столпа, как бы не пришлось культурной общественности Петрозаводска в скором будущем подниматься на защиту Стеллы как новоприобретенного исторического памятника, атрибуты которого на Биг Бене уже появились. В январе мы его, Биг Бен, точно снесем. Сейчас появилась еще одна причина для его сноса, помимо того судебного решения. На монументе образовались трещины, есть угроза обрушения. Такой штукой по голове это не шутка. Да таким дураколом убить можно. Ну это вряд ли. Ну ты подумай, если им со всей силой да... Бабашки! После того, как для троллейбусов и маршруток закрыли мост на Мерецкого, мост Пименова и мост через Неглинку на улице Кирова, стало понятно. Переправе между площадью Кирова и улицей Правды жить осталось недолго. Мост был крепкий, но не устоял. Провал в районе моста между площадью Кирова и улицей Правды появился в конце декабря. На участке длиной около трех метров образовались продольные трещины и возникла овальная впадина, испугавшая городских водителей. А вот это провал. Это крах. Ставший традиционным для Петрозаводска способ починки городских мостов путем их закрытия на годы, похоже, планируется применить и на участке между площадью Кирова и улицей Правды. Хорошо, что никому в горадминистрации в голову не пришло взорвать аварийные мосты и пообещать построить новые. Но это, видимо, только пока. Возможно, придется перекрыть. Естественно, будем таким образом рассчитывать, чтобы это были минимальные трудности и для автолюбителей, и для общественного транспорта. Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов! Из года в год обычный для этого времени года снегопад в столице Северной Республики оборачивается чрезвычайной ситуацией на дорогах, тротуарах и во дворах, когда ни пройти и ни проехать. Городская администрация и компания-подрядчик тратятся на пиар-прикрытие в СМИ своей беспомощности и необучаемости на ошибках. Будь зимняя уборка организована как надо, администрации, глядишь, пришлось бы заниматься другими реально важными городскими делами. Но проще так. Выпал снег и, смотрите, мы здесь, мы контролируем ситуацию. Спасибо, что не с лопатами на улицу вышли. Уборка города находится на постоянном контроле специалистов Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. Разруха не в клозетах, а в головах. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выпьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Наблюдая вновь устраивающихся в Карелия-маркет ритейлеров, рестораторов и прочих арендаторов, соображающий горожанин ясно видит прокрученную схему по изъятию площадей у одного выгодополучателя для передачи другому. Читая заявление, сделанное полтора года назад, понимает реальную цену и словам, сказанным сегодня. Здание не будет заброшено, это совершенно точно. Мне лично хотелось бы видеть здесь социальный объект. Может быть детский досуговый центр, но это будут решать горожане. Дети, вы хозяева лагеря. Вы. От вас что требуются, друзья мои? Дисциплина! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА